Здравствуйте, дорогие телезрители и подписчики на канале YouTube Голова Садубая. Сегодняшняя тема, что мы будем сеять в теплице в первой декаде апреля. Я очень хочу, чтобы вы все сделали правильно. Здесь лежит достаточно много культур, и, конечно, здесь есть те, которые будем сеять в первой декаде апреля, с первого по десятый, и те, которые будем сеять гораздо позже. Вам слово цветы скажи, и вы все туда посеете неправильно. Посмотрите, вот это очень много здесь всяких сортов капусты. Но это еще не все на самом деле. Что хочу сказать о капусте? Всю капусту будем сеять с первого по десятый апреля. Если у вас есть возможность посеять дома, и вы будете через холодильник это делать, ночью в холодильник, днем на прохладный балкон, поскольку у вас нет возможности поехать на дачу, либо на даче нет теплицы, либо, может быть, и погода нас подведет, может, мы тоже будем сеять через холодильник. Но, тем не менее, если все-таки традиционно, значит, с первого по десятый апреля сеемся обязательно в теплицу капусты всех видов. И суперскороспелые, и позднеспелые, и среднеспелые, и цветные, белые, и зеленые, и сиреневые. Единственное, которую не сеем, вот эту. Это кальраби прямым посевом в грунт. Можете пораньше, можете попозже. И еще одна единственная. Вот это. Это пекинские капусты. Не важно, какой сорт, важно, что пекинская, китайская, листовая. Эти все прямым посевом в грунт. Почему? Да потому, что они у вас после пересадки, скорее всего, зацветут. И слушайте внимательно информацию. Следующую про капусту. Значит, вот это, вот это и это. Все высаживаем. Либо сеем, да, вот эти сеем в такое место, а вот эти высаживаем в такое же место, где до обеда будет солнышко, а после обеда будет тень. Иначе выброс цветоносов и разваливание головки капустной вам будет обеспечено. Эти капусты белокочанные, и совойская, и просто белокочанная, и краснокочанные, они все любят яркое солнце. Вот, на капусте остановились. Запомнили? Я надеюсь. Ну и, конечно, те овощи, которые мы употребляем в пищу, и которые растут долго, мы тоже посеем с 1 по 10 апреля в теплицу. Кто это будет? Конечно, лук. Конечно, любимец публики. Эксибишн. Конечно, русский размер. Конечно же, глоба. И еще луки, про которые я вам не говорила. Ну, намекала только. Это деликатес. Деликатесные луки так почему называются? Да потому что они горечи не имеют. Французы не едят вот то, что мы тут с вами наяриваем всю зиму. Нет. У них луки вот такие. Это, кстати, порционный лук. У него длинненький, как бананчик такой, будет плодик, корнеплодик. И он очень вкусный, колечками, чуть такого сиренево-розоватого оттенка. Мне он очень нравится. И такие луки, как карман, это тоже не горький лук, тоже можно посеять с 1 по 10 апреля. А потом рассадой, все это вот это рассадой высадим. Значит, с 1 по 10 сеем луки тоже. Что же делаем дальше? Опять же, с 1 по 10 апреля мы будем вынуждены сеять цветы раньше, чтобы мы увидели цветение уже хотя бы с середины июня. Это, конечно же, вот эта высокорослая малопа. Я вас познакомила с таким цветком. Она просто очаровательна. Цветки огромные. Есть еще розового цвета. Тоже сеем, ну, можно хоть не до 10 апреля, хотя бы с 15 посев начать. Вот это, конечно, лобелия любимейшая всеми. Хотелось бы увидеть цветение тоже в июне, хотя бы начало его. А в июле, чтобы она расцвелась, значит, сеем так же с 1 до 10 апреля. Но есть цветы другие. Вот посмотрите, когда я спросила, спросила тут одного знакомого оператора, что это за цветы, он долго думал, он сказал, георгины, гвоздики, пионы. Да нет, это мальмы вахровые. Нет, вот как раз их не надо сеять в первой декаде апреля. Пожалуйста, в мае месяце посейте их на разводочную грядочку, там, где они никому не будут мешать, где будет солнышко. И пусть они все спокойно до августа месяца растут. В августе месяце мы их рассадим на постоянное место и на зимний период прикроем ветками, кусками там, ну, можно с сахарными мешками. Идеально просто сверху этих веток, чтобы ничего не сгнило, не придавилось особо, но и не вымерзло. Это мальвы. Вот понимаете, какая тут вот история с этими мальвами. Значит, стоит значок. Вы знаете, что пуговичка с двумя дырочками это двулетник, да? А вы разверните пачку и почитайте. Угу. Многолетняя. Берем следующую. Пуговичка с двумя дырочками. Многолетние растения из семейства мальвам. И мальвамы. Господи, мальвовых. Правильно? Значит, они все являются многолетниками на самом деле. Год растут, и потом они даже не многолетники, они малолетники. Три-четыре года будут образовывать куст и все время свести очень, ну, потрясающе просто красиво. Среди всех этих пачек есть еще цветы. И это колокольчики. Колокольчик средний. Красивее его вряд ли что-нибудь можно найти в саду. Вот эта чашка с блюдцем. Этот просто махровый такое у него название. Но поверьте, что при той высоте, ну, метр-метр двадцать примерно так они будут выглядеть. Количество цветов на них просто зашкаливает. Но не надо их сеять. Вот сейчас рано. Вы не увидите того цветения, если вы попытаетесь как бы, да, сделать ему два сезона его выращивания, его жизни, один дома, другой на даче. Это будет ущемленное растение. И оно вам не покажет, на что оно способно. Также в мае месяце, когда ручки освободились, в конце мая, в начале июня посеяли все семенами сразу в землю. И также в августе месяце, к концу августа, мы рассадим розетки этого растения. Также их укроем на зиму, как и мальвы тоже. И получим на следующий год цветение просто великолепнейшее. Ну, послушайте меня, не портите семена. Не надо сеять рано то, что не требуется. Это лишнее место на подоконниках будет занято. Это лишняя подсветка и лишняя ваша головная боль. Еще раз хочу сказать, значит, что цветов на свете очень много. И культур на свете очень много. И еще хочу сказать, что циния тоже с середины апреля можно сеять. Она успевает вот вовремя. Она в июле уже вся в цвету будет. Цветов много, и мы к ним будем возвращаться, когда начнется посев. Но я просто хочу предупредить вас, что нужно сеять, а что не нужно сеять. Ну, на этом все. Пока и до свидания.